Добрый день! Мы начинаем новый этап нашего строительства. Будем укиплять газобетонные блоки. Блоки положены в один ряд, но перед тем как заливать, значит делать вкладку, мы сделали соответственно фундамент. Фундамент был рассчитан таким образом, чтобы, значит, была установка, значит, укиплителя и здесь еще осталось место для облицовочного кипяща. Каким образом мы делаем? Значит, есть специальные крепежные гвозди. Вот мы взяли, значит, двух видов. Есть вот гвоздь на 90 и на 120. Попробовали один, попробовали другой. Ну, прямо скажем, значит, на 90 достаточно. Ну, 120, как говорится, лишнее не будет, но на 90 хватит. Значит, рекомендуется на 1 квадратный метр ставить 4-5 гвоздей. Значит, 1 лист меньше 1 квадратного метра. Ну, как говорится, будет крепче держаться, если будет 5 гвоздей. Вот мы, значит, ставим 5 гвоздей. Каким образом мы делаем? Значит, обычный, значит, переповерт. У нас есть, значит, достаточно длинное сверло. Значит, сам гвоздь диаметр 10 миллиметров. Сверло мы взяли 9,5. Значит, нормально. Но для того, чтобы не ошибиться, лишнее не засверлить или меньше не засверлить, сделаем в следующем образом. Взяли вот гвоздь на 90. Отмечаем, значит, и вот, значит, вот он здесь заканчивается. И берем, отступаем еще один сантиметр. После этого, значит, берем изоленту и помещаем на сверле изолентой. Это у нас будет отметка, сколько нам необходимо засверлить. Вот так, раз, сделаем. Обороза 2-3, чтобы она не свалилась, когда будем работать. Так, замотали. Все нормально. Теперь гвоздь берем, надо не перепутать такой туда. Значит, что? Берем утеплитель. Утеплитель у нас 50 миллиметров. Ну вот, если посмотреть сюда внимательно, то получается, что вот армированная сетка она стоит. И здесь, получается, сантиметра 2-3, наверное, она сетка не доходит. Да, где-то около 3 сантиметров. Значит, утеплитель мы ставим таким образом, чтобы вот весь срез, значит, срез вниз идет. Вниз идет. Когда мы все закрепим, все закрепим, ну, дальше покажем. Здесь у нас получается 3 сантиметра, как я уже говорил. Для того, чтобы тепло сохранялось, здесь мы, значит, соответственно, пропеним. Ну, чтобы меньше пена выходила, есть такой же утеплитель, ну, значит, где-то 2 с половиной сантиметра. Мы нарежем полосками, туда вставим. С одной стороны запеним, с другой стороны запеним. Будет очень нормально. Очень нормально. Ну, сейчас поставим, покорим, как это будет закрепить. Ну, вот, как я и сказал, значит, будем, значит, непосредственно качествующий ставить. Вот это вот, по центру. Так, вернее, вот, сразу гвоздь поставим. Он легкой мочкость вставляется и вот непосредственно крепежный гвоздь вставляется. очень хорошо и так же дальше пошли и и держится сам и да и И последний сюда. Очень просто. Никаких проблем. Очень быстро. И хорошо получается. Я уже попробовал. Данный утеплитель очень хорошо режется ножом. Если у кого-то по размеру не подходит, можно легко разрезать. Обычно нужно. Данный утеплитель. Один человек легко справляется Полностью Заделаем утеплителем Посмотрим как получится Вот мы укладываем на этот утеплитель Угол мы решили сделать следующим образом Вот здесь был выступ Выступ мы срезаем ножом Здесь соответственно Утеплитель выставляется на ширину Следующего утеплителя Прикладываем Здесь закрепили Здесь у нас получается Маленькая ниша Это мы запеним Здесь как я сказал что поставим вот такой стенопласт Он есть Продается такого же диаметра Вставим И тоже запеним А здесь следующий ряд Все просто Быстро Продолжаем работу по утеплению стен Как вы видите Мы утеплили Листами Но у нас образовались вот эти щели Потом Закладные щерки стоят Необходимо Значит В целях экономии пены Сделаем Значит Утеплителя Полосочки И будем их укладывать Проводим эксперимент Чем лучше резать эти полоски Ну так Традиционно взяли для этого эксперимента Ножик Значит Циркулярную пилу Болгарку Значит Лобзик Ну и вон Значит Нагревательную Нить Посмотрим Чем лучше Ну для начала Размечаем Она за полосочкой Посмотрим Это Время Вот Это 2 сантиметра Где-то около 2 сантиметра Ну попробуем Мечать Сначала Сделаем разметочку 2 сантиметра Как говорится Разный размер Здесь мы не ошибемся Если Как говорится В одно место не пойдет Подержим Сейчас в другое Очень хорошо Струлетки Отмечаем 2 сантиметра Вот За это целью Используем Провила Она ровненькая Делаем Отметку Пробуем Ножом У нас Для этой цели Два ножа Большой Такой Хозяйственный Тонкий Тонкий Утеплитель Режисс Хорошо По толсту Посмотрим Вот Зарезает Неплохо Нужно С трудом Сред Ровный Так скажем Что толстый Утеплитель Если Смачивать Сложно Сложно Так Попробуем Вот 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 Продолжение Продолжение Ну вот из двух ножей пока выбираем этот. Дальше резать не будем, продолжим эксперимент. Попробуем болгаркой. Режет хорошо, быстро, но надо очень аккуратно, может вырывать. Посмотрим. Пожалуй, будет быстрее, чем ножом, но здесь недостаточно глубины. Ну вот болгаркой попробовали, она немножко не дорезает, откомбинировали, то есть болгаркой начали, значит ножом завершили. Ну, в целом, так легче будет, то есть для болгарки нож полегче. Продолжаем дальше эксперимент. Переходим на циркулярку. Сейчас отмечим расстояние, чтобы эксперимент тоже было в дело, чтобы это дело было. Значит, вот сюда надо надо кусать. Здесь мы сюда отмечали, вот туда, пожалуйста. Получается, ага, так, 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 так. Это 2 сантиметра. Ну, может быть, 2 сантиметра. достаточно точно можно не делать почему потому что все равно будем потом пеной запенивать будет меньше уходить пена и потом у нас эти куски остались и их надо куда-то применять вот так вот перемещаем новый срез переходим к циркулярке что она показывает нам циркулярка пока на первом месте нож с болгаркой переходим к циркулярке а еще скажем приоритеты поменялись вот болгаркой хорошо с ножом хорошо а циркулярка выходит лучше срез ровный и пилить очень легко если это мы раза за два пробовали это за один раз значит экспериментируем дальше пока на первом месте циркулярка как говорится доски пилить неважно но пенопласт хорошо продолжаем облика машина сильная мощность осмотрим как она тебе поведет ну чё скажем что пилиться не плохо единственный минус надо вот ее держать может быть даже где-то на второе место выходит легко полегче ножа будет полегче ножа немножко срезать тильная вот тоже режут дальше поехали дальше поехали отвечаем у нас послали нас и достался приступаем следующему эксперименту нить накаливания вот включили надо начинает нагреваться нажал посмотрите нагрелась нагрелась таким образом ну так реже так вот нить накаливания подводим итоги в результате такого небольшого эксперимента выяснили следующее наиболее безопасный и можно сказать что быстрый удобный ровный срез получается с циркуляркой циркулярка лучше нить накаливания тоже режет но во первых она не пожаробезопасная по времени наверно дольше даже будет это значит сразу же снимаем это не пойдет значит болгаркой режет но нас дополнительно ножом тоже не очень удачно получается лопник неудобно режет но не удобно вот значит пожалуй остановимся на этом варианте будем резать циркуляркой ну и нож тоже не отбрасываем ножом где-то подрезать где-то отрезать циркулярка на месте а где-то там наверху неудобных местах будем делать ножом вот пожалуй такой значит эксперимент кому придется резать можете использовать значит кого что есть но рекомендую таких вот больших вещах циркулярка ну вот как вы видите значит потепление мы практически заканчиваем именно большими листами здесь у нас получается целый лист а вот вверху и вверху там бетонный поезд идет и гвоздь значит сверлить проблематично в принципе можно но проблематично мы использовали вот такой значит клей на магазине продается вниз на гвозди а вверх на клей очень быстро хорошо вам это рекомендую все пожелать на первом этапе мы ставим утеплитель армирована сеткой получились и такие вот стояли достаточно большие с целях экономии пены что мы делаем первоначально мы проводили значит исследования я лучше пилить пришли к выводу что лучше пилить и быстрее значит циркулярной пилой вот значит циркулярной пилой пили полоски по размеру полоски эти вкладываем между утеплителем и что получилось берем значит пеной пеной пропиливаем вот здесь уже практически готово но еще не подсохло здесь еще выдавится все будет нормально здесь вот мы как раз вставили такой куплитель полоску вот она гуляет спокойно берем потихоньку пеной пропиливаем много не надо кстати вот таким методом очень хорошо экономится пена но сейчас вставили только третий баллон а прошли уже здесь вот по периметру пошли значит и нижний ряд уже полностью прошли вот второй собственно уже третий ряд прошли то есть я считаю что это нормально продолжаем работать продолжаем утихлять дом значит плиту уже закрепили сейчас получились вот швы видите вот швы да чтобы меньше шла чтобы меньше шла шло пены берем вот этот лист режем его на циркуляр вставляем а уже маленькие щелки мы пеной запениваем так гораздо экономнее продолжаем работать продолжаем работать Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Доброе утро! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот все, пожалуй. До новых встреч на строительстве дома.